МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Видное ТВ продолжает работу в прямом эфире. И сегодня на студии Александр Кузнецов. Заместитель главы администрации Ленинского района. Здравствуйте, Александр Борисович. Добрый вечер. Направления, над которыми вы работаете в администрации, это ЖКХ, эксплуатация жилого фонда, благоустройство, а также другие направления. И сегодня, наверное, основной темой будет ЖКХ, потому что это актуальные вопросы, которые всегда волнуют жителей. Какие сейчас вопросы больше всего их волнуют? Какие проблемы, может быть, связаны с последними проблемами? Тепло, обеспечение теплом жилых помещений? Проблемы есть, да. Но при подготовке всего фонда к осенне-зимнему периоду проводятся определенные работы по закрытию теплового контура, по подготовке системы отопления к зиме. Тепловый контур, так называемый, это, ну, скажем так, плавные мероприятия, вернее, мероприятия определенные, которые позволяют сохранять тепло внутри дома. Это в подъезде должны быть исправные плотно закрывающиеся двери. На лечных клетках должны быть исправные закрытые окна, оконные рамы. Вот, это, в принципе, два основных момента, которые проверяются, которые готовятся. Вообще, показателей готовности очень много. Вот, сейчас уже, в принципе, подготовка к осенне-зимнему периоду, она заканчивается, вернее, закончилась, скажем так. До 15 сентября все квартирные дома, они должны были быть и подготовлены, и сданы, и, в принципе, они сданы к зиме. Вот, теплоснабжающие, энергоснабжающие организации также проходят определенные мероприятия по подготовке к зиме. Сейчас процесс этот, он практически уже закончен. Пуск тепла осуществляется в период до 1 октября, но на основании погодных условий, которые... Там должна быть определенная температура, насколько я знаю, держаться несколько дней, чтобы пустили тепло во все жилые дома. Ну да, у нас есть крайний срок пуска тепла в дома, это 1 октября, но если погодные условия складываются таким образом, что у нас средняя дневная температура меньше 8 градусов в течение трех дней подряд, то тепло включается раньше. Тепло включается в первую очередь в объектах социальных объектах, это школы, детские сады, а потом уже жилой фонд. Это нельзя сделать за один день, потому что это работа большая, объемная. У нас в районе 785 многоквартирных домов, и пустить тепло сразу во все дома в принципе невозможно. Поэтому это занимает определенный период от трех до семи дней при нормальном развитии ситуации. В этом году мы тепло пустили, на мой взгляд, довольно быстро и в срок. До 1 октября были запущены все дома, все 100%. Ну, соответственно, социальные объекты раньше. В настоящее время проходит месячник благоустройства осеннего. В рамках подготовки к зиме. Я предлагаю посмотреть сюжет, наши корреспонденты подготовили его, а потом его обсудить. Хорошо. Сквер у ЗАГСа и дорожка к поликлинике в лесопарковой зоне – места, наиболее посещаемые жителями Видного. Здесь в любое время года всегда много прохожих, идущих по делам и просто прогуливающихся. Именно отсюда и начался осенний субботник в рамках месячника благоустройства. Месячники благоустройства проходят два раза в год после зимы. Обычно в апреле месяце приводится в порядок всей территории. Заборчики, лавочки подкрашиваются, все. Мусор убирается, который за зиму накопится под снегом и потом выходит наружу. И то же самое происходит у нас перед зимой, когда мы готовим все наши площади к зиме. Листу собираем, скомблевая часть мы не трогаем, оставляем, мусор собираем. Неприглядный вид территории придает не только мусор, но и несобранные, а павшие листва. Особенно в местах, где проходят автодороги. Ведь все токсические вещества накапливаются в почве, расположенной рядом. И оставленные на земле листья, накопившие в себе тяжелые металлы, к весне будут представлять опасность и для людей, и для деревьев. Мы живем в городе, который мы любим. Поэтому приходится наводить порядок своими руками, не надеяться на то, что придут другие и сделают за нас ту работу, которую делать должны мы. В субботнике приняли участие сотрудники всех управлений, подразделений и служб районной администрации. Делать наш город чище, красивее, чтобы было приятно гулять с детьми, ходить по нашим улицам. Не усидела дома Элиза Матюшина. Она пришла на субботник вместе с мамой. Я сама захотела. Да что ты говоришь, а почему? Потому что я люблю на субботники ходить, убираться. В этой части города участниками субботника было собрано большое количество мусора, который будет вывезен на полигон. Итоги пока рано подводить, потому что месячник благоустройства осенний объявлен только лишь недавно. И сегодня первый субботник, который запланирован. У нас запланирован еще один субботник на следующих выходных. И наша задача – это максимально провести территорию нашего города и района к нормальному состоянию перед зимой, перед тем, как выпадет снег. Следующий общерайонный субботник состоится 22 октября. Все желающие могут принять в нем участие. Людмила Медведева, Владимир Андреанов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Александр Борисович, мы посмотрели сюжет, видели про субботник, который был в те выходные, который проходил около ЗАГСа. А в эти выходные где он будет проходить? И вообще, может быть, есть несколько мест у нас в городе и в районе, где проходят субботники? Субботники в основном проходят в местах массового скопления людей. В данном случае, вот в эту субботу мы выбрали ЗАГС именно. И аллея, которая напротив, через дорогу находится, идет к больнице дорожка, вот ее мы тоже выбирали. Места, где будет в эту субботу субботник, мы завтра определим. Информация на сайте будет размещена. Тогда следующий вопрос хотелось бы задать. Перед тем, как я его задам, хочу обратиться к телезрителям, к нашим. У вас есть возможность задать вопрос Александру Борисовичу по теме ЖКХ, по вопросам многоквартирных домов, по нашим телефонам, которые вы видите на своих экранах. А у вас я хочу спросить, какие вопросы чаще всего задают жители? Вам и также службам ЖКХ? Вопросов большой спектр, конечно. Они не всегда касаются, к которым мне приходят вопросы, не всегда касаются сферы ЖКХ. Например, вопросы приходят, змеи выползли на участок, оси на гнездо удалить. Это тоже все идет к нам, потому что больше некому. А серьезно, вопросы, которые касаются эксплуатации дома, то есть нашего жилища, все, что с теплом связано, с электричеством, с содержанием подъездов, с содержанием лифтов, с кровлей, все, что в доме есть, это все вопросы ЖКХ, которые идут к нам, которые мы разбираем, которые мы контролируем, даем поручения на исправление каких-то недостатков. Ну и, соответственно, все, что связано с внешним благоустройством, содержанием газонов, дворовых территорий, детских площадок, в том числе обрезка деревьев, например, тоже это наши вопросы. То есть спектр очень широкий. А они обращаются напрямую в администрацию или есть какая-то горячая линия, может быть? Ну вот по вопросам ЖКХ, в принципе, как и по другим любым вопросам, каналов связи-то, их достаточно. Есть информация на сайте, значит, там указаны телефоны контактные и управление ЖКХ, и мои приемные. Есть, опять же, на сайте возможность обратиться через электронную почту. Есть возможность прийти на личный прием ко мне каждый понедельник с 14 до 17, на 2 этаже, я принимаю. Можете приходить телефон для записи 547-08-17. На сайте он есть? Конечно, да, на сайте есть. То есть путей очень много. Но есть у нас в районе и так называемая горячая линия, то есть это бывшая 010203, сейчас это служба 112, которая объединила в себе все эти службы. И при возникновении любой ситуации, будь то потребность в пожарниках, в скорой, в полиции, звоните 112. А в том числе, соответственно, там труба, допустим. Конечно, любая аварийная ситуация, да, то же самое в эту службу, они оперативно информацию передадут во все диспетчерские дежурные аварийные службы. Вообще, надо сказать, что жители Ленинского района стали более подкованы в вопросах ЖКХ. Возможно, это связано с проведением муниципальных форумов управдом, которые стали проводиться у нас, насколько я помню, с конца прошлого года. Да, у нас уже три было форума. Да, вот, расскажите, пожалуйста, о них, для чего они нужны и что это такое, кто их проводит? Ну, это очень полезная площадка. На этом форуме мы встречаемся лицом к лицу с, во-первых, инициативными жителями, ну, в принципе, с людьми, у которых есть какие-то вопросы, ну, часто нерешенные. Потому что, если у человека все хорошо, он не пойдет мне жаловаться, он сидит дома. Вот, значит, также на этих форумах у нас и одним из организаторов этих форумов, инициаторы этого форума, это председатели советов многоквартирных домов. Это люди, которые избраны на общем собрании, которые представляют интересы дома, которые защищают интересы дома, определяют объем работ, выполняемых на конкретном доме, там, контролируют их выполнение. Ну, то есть живут жизнью дома и делают все для того, чтобы проживание в доме жителей было более комфортным. И вот на этой площадке мы обсуждаем, ну, зачастую вопросы, которые касаются всех жителей. Это обычные типовые вопросы, не частного характера, да, а которые охватывают большой круг людей. И это вот хорошая платформа для того, чтобы их решить, либо найти какой-то путь для решения. То есть образуется некий диалог между властью и жителями. Да, да, так и получается. Скажите, а вот у советов многоквартирных домов какие функции вообще есть собрания жильцов? Какие вопросы они имеют право поднимать на них? Ну, вообще, общее собрание жильцов – это основной орган, который решает, в принципе, все вопросы, связанные с проживанием на квартирном доме. То есть они выбирают управляющую компанию, например. На общем собрании многоквартирного дома, в общем собрании жильцов многоквартирного дома, собственников, решаются вопросы установления размера платы за содержание текущий ремонт, выбора, опять же, председателя советов многоквартирных домов. И многие-многие вопросы, которые связаны с жизнью, в принципе. А председатель совета, он какие права имеет, что он может сделать? Обратиться в администрацию или это может сделать любой человек, любой житель? Обратиться, конечно, может любой, безусловно. Но председатель совета дома – это представитель общего собрания. Если общим собранием квартирного дома председателя наделяют полномочиями представлять интересы всех людей, то он может и договор управления подписать, он может и акты выполненных работ подписать, проверить. То есть быть полномочным, правоправным представителем всех жителей конкретного дома. Давайте из города переместимся немножечко в частный сектор. Этим летом состоялись изменения в закон об благоустройстве в Московской области. В связи с чем жителям частного сектора предлагают вывозить твердые бытовые отходы, а теперь составлять договор на вывоз мусора? Расскажите об этом. Вообще обязанность по заключению договора существовала давно. Заключение на вывоз мусора. Потому что все мы в процессе своей жизнедеятельности мусор этот образуем, его нужно куда-то деть и за чей-то счет вывезти. Вот раньше, когда не было наказания за незаключение договора, за неоплату, скажем так, люди часто этим пользовались и просто игнорировали обязательства по оплате вывоза мусора, который они образуют. Так вот, с 1 июля текущего года Кодекс об инициативных правонарушениях Московской области ввел непосредственно ответственность. Она, на первый взгляд, небольшая, в размере 5000 рублей за каждое домовладение, по которому не заключен договор. Но уплата штрафа, она не освобождает от незаключения договора. Поэтому, в принципе, контрольные органы, они могут ежемесячно приходить и штрафовать за незаключение договора. В принципе, по объему мусора, образующегося, заключить договор будет гораздо дешевле, чем заплатить даже один штраф. То есть, эта сумма, они в разы меньше. А каким образом составляется договор? На количество человек, проживающих в доме, или на само домовладение? Ну, вообще, общий порядок, который существует на квартирных домах, где люди платят за квадратуру своей квартиры, в зависимости от квадратных метров жилой площади, он не очень применим в сельской местности. Потому что дома, они часто гораздо больше, чем квартиры в домах. Это не 40, не 60, и даже не 70 метров. Это порой дома, которые больше 100 метров, а то и в несколько сотен метров. А мусор человек образует практически тот же самый. Поэтому размер оплаты, он, по идее, должен быть соизмерим. Что человек платит в квартире, что платит в частном селье. А сумма там есть какая-то определенная, какую сумму можно назвать, примерно сколько за год выйдет? Ну, на настоящий момент эта услуга является жилищной, не коммунальной. И она не тарифицируется. То есть, по сути, стоимость услуги по вылазу мусора определяет управляющая компания, с которой заключает человек договор на вылаз мусора. Ну, в зависимости от фактического объема, который он образует. Ну, вот у нас по опыту, вообще сложившемся в Ленинском районе, стоимость договора на вывоз мусора на год на одного человека, зарегистрированного в частном домовладении, составляет порядка 1100-1300 рублей в год. Ну, в общем-то, это не очень много. Да, это сумма, которая... Лучше заплатить, чем заплатить 5000 потом. Да, да. Я знаю, что глава Ленинского района Олег Хромов ездил по частному сектору, по деревням практически, и рассказывал лично жителям о преимуществе заключения договоров. Решали на месте все проблемы, да. И я знаю, что позиция администрации была такова, чтобы заключить желательно эти договора до 1 сентября. А с чем это было связано? Ну, это связано было с тем, не то что желательно, а обязательно. То есть, обязанность заключить договор, она, по идее, уже давно, как мы с вами говорили. Но так как с 1 июля введена ответственность за незаключение договора, то, по идее, инспектор, который контролирует эти вопросы, он имел право 2 или 1 июля постучаться человеку в дом, в частный, сказать, и проверить наличие этого договора. Если человеку договора не было, он уже имел право ему выписать штраф 5000. Но так как часто люди, которые проживают в частном секторе, они слабо информированы, ну, либо они интересуются, либо нет возможности, занятость мешает, зачастую не знают об изменении законодательства, которое вводится. Было принято решение дать двухмесячную отстрочку, условную отстрочку, по применению этих штрафных санкций. И поэтому была назначена дата 1 сентября, которая является конечной для заключения договоров. Это еще было связано с тем, что в частном секторе большое количество, большую долю составляют люди, которые проживают там только в летний период. Дачники. Дачники, да, те же самые. Ну и также люди, которые прописаны тоже в частном секторе, но на зиму уезжают кто-то, бабушка за внуком. Ну так как мы находимся близко с Москвой, очень много москвичей, которые приезжают сюда отдыхать летом. Да, да, да. И для того, чтобы как можно больше людей собрать именно в этот период, была вот инициирована Олегом Владимировичем эта акция по непосредственным встречам с людьми, по доведению этой информации и донесению необходимости, после заключения договоров до 1 сентября. Ну да, это важный аспект. Вообще ЖКХ становится ближе к народу, и чтобы людям было понятнее, наверное, вводятся некие современные технологии, да, там как вот единая информационно-аналитическая система ЖКХ. Расскажите, что это такое? Вот эта система, которую вы назвали, единая информационно-аналитическая система, это вот сейчас это одна из трех систем, в которую вносится информация касаемо жилищно-коммунальной сферы. Значит, первая система – это АИС ЖКХ. Это система, в которую вносят информацию всем управляющим компаниям, только управляющим компаниям. Про многоквартирные дома. То есть там довольно широкий спектр информации, там на этом сайте и фотография дома, и договора управления заключенных с управляющими компаниями, характеристика домов полностью представлена, и много-много-много другой информации. Извините, прежде чем вы продолжите, я предлагаю наглядно это показать, потому что наш корреспондент снимал сюжет на эту тему. Сейчас мы посмотрим его, а потом поговорим дальше. Хорошо. У начальника производственно-технической службы одной из управляющих компаний Романа Зайцева забот хватает. Только недавно закончено внедрение автоматизированной информационной системы государственной жилищной инспекции, сокращенно АИС. Теперь любой пользователь интернета в считанные секунды может узнать о месте своего проживания в буквальном смысле все. Все управляющие компании обязаны были предоставить данные по каждому дому, по каждой квартире, которые вручную вводились в общую систему. Если раскрыть программу по внесению, мы вносим уже непосредственно, она разбивается у нас улицы, раскрывая дальше, мы видим дома, определяем определенный дом, начинается у нас с фотографии, фото есть дома. Да, фотография дома, то есть как он внешне выглядит. И по вкладочкам можно уйти и общие данные, то есть кто является управляющей компанией, здесь указывается, то есть вся техническая информация, которая собрана за весь дом. Данные действительно исчерпывающие. Год постройки, год ввода в эксплуатацию, количество этажей, подъездов, лестниц, из какого материала сделаны стены, степень износа здания, количество жильцов. Создатели постарались, чтобы на любой вопрос клиент мог найти ответ. И с оплатой не всегда понятно, понимаете, и добиться чего-то конкретного не всегда понятно. То есть некоторые договора заключаются на тот же газовой службу, например. Какая газовая служба меня обслуживает, я не знаю. Зато система знает. Несколько нажатий мышкой и все данные по организациям, которые обслуживают конкретный дом, как на ладони. Подобная информация будет полезна не только жителям. Она способна значительно облегчить работу и самим сотрудникам жилищно-коммунальной сферы. Областей применения хватает. Для составления отчетов, для разработки планов. То есть это не искать по отдельным папкам, по отдельным бумажкам, по отдельным файлам. Это можно получить все в единой системе. Именно эта уже существующая система, созданная для нужд государственной жилищной инспекции, стала прообразом для создания новой базы, единой информационно-аналитической системы ЖКХ. Ее возможности будут еще шире. В частности, жители смогут в деталях увидеть, сколько средств и за какие конкретные услуги им придется заплатить. Там будут уже вноситься данные по жителям, собственникам жилых помещений и арендаторам. И эта программа должна будет быть наполнена всей информацией до Нового года. По заявлению администрации Московской области, с 1 января будущего года жители имеют право не оплачивать единый платежный документ, если информация о размере платы не размещена в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, или если сумма в платежке не соответствует той, что указано на сайте. Максим Козлов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Сюжет, который мы сейчас посмотрели, о системе ЕАИС сокращенно. Я так понимаю, что эта система, она лишь составная часть одной большой системы, которая помогает ЖКХ работать. Да, есть федеральная система, называется ГИС ЖКХ. Это государственная информационная система. Она, конечно, очень большая. И туда, в эту систему, переносится информация вот из той системы, которую вы назвали ЕАИС, а также из системы, про которую я говорил, про которую был сюжет, АИС ЖКХ. Вот эта система из ЖКХ, это информация, это собранная в одном месте информация по техническому состоянию дома, по характеристикам дома. Там все есть. И год постройки, и какие там, из чего стены сделаны, и из чего кровля сделана, и когда проведены капитальные ремонты, кто-то управляющий компанией, какие договора заключены, количество квартир, информация про дом, там 100% вся есть. И вот эта информация, она попадает через ступень ЕАИС, про которую мы сейчас только что говорили, в федеральную систему ГИС ЖКХ. Система ГИС ЖКХ, она начинает работу, должна начать полноценную работу с 1 января 2017 года. И вот основной, не знаю, может быть пользой, может быть, наоборот, бедой. Польза для одних, беда для других. Это то, что с 1 января 2017 года, как вот и было сказано в сюжете, если квитанции на оплату в этой системе, квитанции на оплату за жилье в этой системе нет, то жители имеют право не оплачивать квитанцию, так как услуга не оказана. То есть документ считается представленным не в соответствии с требованиями законодательства, и, соответственно, оплате не подлежит. И все управляющие компании сейчас плотно занимаются тем, что заносят информацию в эту систему ГИС ЖКХ для того, чтобы можно было полноценно и качественно работать с 1 января в этой системе. Вернемся к вопросам, которые касаются жилых многоквартирных домов. В последнее время, не скрою, есть несколько жалоб, которые обращались и к нам на телеканал, также мы и снимали сюжетки, если кто смотрит наши новости, видел это, работа лифтов в жилых домах. К сожалению, часто они ломаются. И что делать с жителем, куда обращаться в таких случаях? Ну, вообще... И в момент, извините, и в момент поломки, да, уже, а также заранее, может быть, чтобы какое-то провести там обслуживание заранее, чтобы не случилось трагедии. Ну, вообще нормативный срок службы лифта 25 лет. В течение 25 лет происходит постоянное обслуживание этого лифта специализированной организации. Управляющей компанией, ТСЖ, которая управляет многоквартирным домом, обязательно должен быть заключен договор именно со специализированной организацией. То есть они не оказывают эту услугу сами, они нанимают специалистов со стороны, скажем так, которая занимается обслуживанием, текущим ремонтом, ну, и техническим содержанием этого лифта. В случае, если произошел какой-то сбой в работе лифта, ну, остановка, либо поломка, и жители остались внутри. Ну, в каждом лифте есть кнопка вызов диспетчера. Диспетчерская служба круглосуточная. Значит, по вызову диспетчера должна приходить, приходит ремонтная бригада, которая вызволяет людей и, соответственно, исправляет ту неисправность, которая произошла с лифтом. После 25 лет эксплуатации, если лифт находится в нормальном состоянии, лифт сам и шахта лифта в том числе, специализированная организация ежегодно проводит оценку состояния лифта и дает разрешение либо на продление срока эксплуатации на год, либо на полгода. По возможности, за счет средств фондокапитального ремонта, лифты меняются после течения 25 лет, ну, а также в случае выхода, по-моему, выхода из строя лифта. В связи с этим, вот, пришел уже вопрос от нашей жительницы. ПЛК дом 7, корпус 1. Жители обеспокоены состоянием дома. Лифты, поставленные в прошлом году, ломаются. Постоянные на 14 этаж приходится подниматься пешком. Про чистоту и порядок можно сказать только одно, что они отсутствуют. Раиса Ивановна задает такой вопрос. Чистота и порядок, я так понимаю, в целом в доме. Да, ну, видимо, в подъезде. Не только в лифтах. Да, ну, управляющая компания отвечает и за состояние лифтов через специализированную организацию, и за состояние, в принципе, санитарного содержания дома. Ну, видите, Раиса Ивановна пишет, что в прошлом году лифт установили. Ну, видимо, есть какие-то нарушения. Мы этот вопрос пометим. Я, Раиса Ивановна, предлагаю обратиться ко мне, прийти на личный прием на Школьную 24, и мы с этим вопросом обязательно разберемся. Спасибо большое. Я предлагаю, раз уж мы начали, продолжить вопрос от телезрителей, зачитывать. В почтовый ящик положили извещение от регион-сервис, в котором указано, что фирма предлагает комплексный осмотр газового оборудования и установку газоизмерительного оборудования. Не являются ли эти люди мошенниками, и можно ли доверять таким фирмам? Лидия Васильевна, ПЛК-14. Я произнес слух это название, ну, дабы, если это действительно мошенники, чтобы их обличить, наверное. Не могу сказать, мошенники это или не мошенники, но то, что это рекламная акция какая-то, какой-то коммерческой организации, которая пытается заработать денег, ну, это точно, потому что обслуживание газового оборудования также входит в обязанности управляющей компании, опять же, через специализированную организацию. И предлагать вот таким образом свои услуги через почтовые ящики она точно не будет. То есть есть определенный порядок работы, с определенной периодичностью обход квартир, обход и инвентаризация, проверка, точнее, работоспособности газового оборудования. Раз уж мы затронули тему капремонта в домах, то предлагаю поговорить о региональной программе капремонта, которая рассчитана на много лет, с 14 по 38. Расскажите про нее, пожалуйста. Ну, вообще, ход капремонта, он определен жилищным кодексом, определен законом Московской области от 13-го года, 66-м, об организации проведения капремонта, и также региональной программой проведения капремонта «Общее имущество», рассчитанное на 25 лет с 2014 по 2038 года. Помимо этой большой программы, куда включены все дома абсолютно, то есть, в принципе, цикл ремонта, капитального ремонта дома должен стоять 25 лет. То есть каждый дом должен попасть в эту программу и пройти ремонт в течение 25 лет. Вставляются краткосрочные планы, краткосрочные программы на 3 года. Вот в настоящий момент у нас завершается выполнение программы 2014-2016 годов и формируется программа на следующие 3 года, 2017-2019, в которую попадут более 100 домов нашего Ленинского района. И на ремонт, капитальный ремонт домов будет потрачено более 500 миллионов рублей и средств фонда капремонта. А эти средства фонда капремонта – это те самые средства, которые вносят жители? Да. А сколько тариф сейчас? В настоящий момент 8 рублей 30 копеек за один квадратный метр. В следующем году он будет повышен, будет 8 рублей 65 копеек за квадратный метр. Но источников формирования этого фонда, денежных средств фонда капремонта, их на самом деле не только средства жителей, которые они перечисляют, туда же в этот фонд попадают и средства муниципальных образований за жилые помещения, которые находятся в муниципальном собственном. А также средства, которые находятся на специальных счетах, на банковских счетах, на них начисляются определенные проценты. Это тоже является дополнительным источником формирования средств фонда капремонта, которые пускаются на капитальный ремонт. Насколько я знаю, в Москве отчисления больше, там 15, кажется, рублей? Ну, больше устанавливает размер фонда, устанавливается размер на уровне субъекта, и вот решением Московской области были приняты именно такие размеры. Ну, сейчас капремонт, он уже идет у нас в районе, и в этом году, и в прошлом, конечно, дома некие ремонтировались. Я предлагаю посмотреть сюжет, чтобы не быть голословными, как идет капремонт в Петровском. Еще недавно поселок Петровское иначе как многострадальный и не называли. Дороги разбитые, дворы в ужасном состоянии, на дома, как говорится, без слез не взглянешь. О такой роскоши, как детская площадка, и говорить не приходилось. В последний год все диаметрально поменялось. Проведен ремонт дорог и благоустроены придомовые территории. Теперь пришла пора преобразиться многоквартирным домам. В настоящий момент в программе капитального ремонта принимают 14 домов. Это касается ремонта фасадов и касается ремонта внутренних инженерных систем. Также ведутся работы в рамках другого проекта по ремонту крови. Чуть больше года назад бывший военный городок Петровское был передан на баланс Ленинского муниципального района. Наследство от Министерства обороны досталось незавидное. Долгие годы местная коммуналка финансировалась по остаточному принципу. Муниципальным властям пришлось заниматься самым насущным. То, что для многих из нас привычное, для жителей Петровского оказалось неожиданной радостью. Я 34 года здесь живу. Первый раз за 34 года в октябре в доме тепло. Большое спасибо за вот это вот. Здесь был военный городок и все это дело... Да разрушено все. Разрушено. Надо восстанавливать как-то. В основном в ремонтируемых домах проживают те, кто когда-то служил или работал в военной части, а также их родственники. Приезжих мало. Капитальный комплексный ремонт в этих строениях за их долгую, более чем 40-летнюю историю не проводился никогда. Косметические работы были, но о них местные жители вспоминают с трудом. Был ремонт, это было в 1902 году. 14 лет назад. Вот это штукатурили здесь и красили его. В среднем на каждом из домов, а их напомним 14, будут обновлены фасады на площади в 1200 квадратных метров. Антон Замятнин, главный специалист управления ЖКХ администрации Ленинского района, сам живет в Петровском. Преобразования в родном поселке у него, как у профессионала, вызывают особые чувства. И за ремонтом этих домов он следит особенно пристально. Конечно же, вызывает радость, как у местного жителя прежде всего, то, что наконец-то у нас есть хорошие дороги, хорошие обустроенные детские площадки, и наш жилой фонд, который настрадался от управления Министерством обороны, сейчас приводится в должное состояние. Пока погода позволяет, проводится фасадный ремонт. После этого строители перейдут к внутренним работам. В ходе них планируется в том числе и починка инженерных коммуникаций, в частности, полная замена электропроводки. Петровская постепенно приобретает цивилизованный вид, а местные жители постепенно привыкают к комфорту и желают властям не останавливаться на достигнутом. Дороги сделаны, да, отлично. Желательно бы иметь тротуары, да. Желательно, чтобы, скажем, обратили внимание на такую вещь, как связь, телефонная связь. Все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется полностью закончить до 7 декабря. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Мы, конечно, очень рады за жителей Петровского, потому что перемены действительно налицо. Скажите, а что еще там будет сделано до 7 декабря? До 7 декабря, вот как было в сюжете показано, 14 домов приведут в порядок фасады и сделают внутренние инженерные коммуникации. Помимо этого, в Петровском с сентября месяца ведутся работы по капитальному ремонту семи кровель. Пять кровель металлических и две плоские кровли наплавляемые. Помимо этого, в Петровском проходит большая работа по замене, ремонту, наладке инженерных коммуникаций. В этом году полностью будет заменена система холодного водоснабжения. Это почти 2 километра труб поменяют. То наследство, которое осталось от Министерства обороны, оно, конечно, вызывает некую, с одной стороны, удивление, с другой стороны, до смешного. Да, мы когда вскрывали те трубы, которые заложены были на этом городке, там были просто сборные конструкции, переходящие металл в пластик и так далее. То есть было очень весело. Но эти трубы все поменяют, то есть холодное водоснабжение будет полностью заменено. Также провелись работы уже по наладке коммуникационного оборудования на котельной. Также заменены части теплотрассы и запланированы работы на следующий год по устройству, по реконструкции очистных сооружений. Несомненно, благоустройство – это очень важный момент. И тем приятнее, когда жители сами участвуют, принимают в этом участие. Я знаю, проводятся конкурсы муниципальные «Наш двор». Вот летом проводились «На лучший двор». Расскажите о них. Для чего, как вы думаете, жители принимают участие в них и облагораживают свой двор сами? Ну вот мы уже поговорили с вами о мечнике благоустройства, в котором принимали участие сотрудники администрации, а также жители города. Ведь службы, которые наводят порядок на территории района, на территории города, они работают в ежедневном режиме. Собирают мусор, вывозят, содержат в чистоте. Но во дворе двор – это, по идее, общая территория дома, жители которого… дома небольшие, в принципе. Они должны и могут общаться, должны знать друг друга. И вот эти конкурсы, которые мы проводим, это как возможность, во-первых, людей подружить, познакомить между собой, во-вторых, воспринимать общую территорию возле дома не как чью-то чужую, за которую другой человек или организация, или администрация отвечает, а именно как свою. То есть относиться к ней как к части той территории, на которой они живут, через которую они проходят каждый день. Для этого устраиваются вот эти конкурсы. Жители участвуют в нем очень активно. Вот в этом году только заявки подали на участие, больше десяти дворов, были победителям вручены призы. В частности, три двора на следующий год у нас смогут благоустроить еще больше и так в хорошем состоянии находящиеся дворы путем высадки цветов. Было три гранда, разыграно один – двадцать, второй – тридцать, третий – пятьдесят тысяч. То есть у них будет полностью там все в цветах, цветочные оранжереи практически во дворе. Я предлагаю снова вернуться к вопросам телезрителей. Петровский проезд, дом 26, третий подъезд, металлическая дверь, при входе в подъезд местами прогнила до дыр, а напольная плитка разбита уже много лет. Можно ли это исправить? Елена спрашивает. Да, конечно. Если состояние общего имущества, а и дверь, и плитка, наличные клетки, как это является как раз общим имуществом, находятся в неудовлетворительном состоянии, за это отвечает управляющая компания. Необходимо подать заявку управляющей компании на проведение ремонта. Это как минимум. А вообще управляющая компания проводит и должна проводить и проводить ежемесячные осмотры, ежедневные осмотры для выявления вот таких вот случаев. И в рамках текущего ремонта эти работы восстановительные, в том числе и по замене с дверей или по устройству плитки, должна проводить. Следующий вопрос. ПЛК 32-56. В подъезде стеной отгородили холл, тем самым уменьшив проход. Теперь невозможно там поставить коляски или велосипеды. Невозможно также подойти к почтовым ящикам. Можно ли это исправить, Надежда Ивановна? Да, исправить не только можно, но и нужно. Потому что выгораживание холлов – это незаконная процедура. Если она не зафиксирована в БТИ, я думаю, что она вряд ли будет зафиксирована. Потому что человек, отгородив себе холл, он по сути забрал себе часть общего имущества, на которое права не имел. Зачастую в домах, в отгороженных холлах, находятся общие коммуникации, пожарные гидранты, конденционные стоки, которые ни в коем случае отгораживают, а тем более закрывать на ключ нельзя. Елена спрашивает. Взимается ли штраф за самовывоз мусора с участка садового типа? А куда вывозят мусор? Видимо, на свалку, наверное. Куда можно мусор вообще вывозить? Ну, свалка просто так мусор тоже не примет. Свалка – это у нас полигоны. Назовем помойка. Помойки, да. Помойки, но это не кучи в лесу. Это специально оборудованные, специально эксплуатируемые спецорганизациями полигоны. Куда сводится мусор и за плату принимается. То есть, если человек, это вот к вопросу о обязательном заключении договора на вывоз мусор. Если человек живет в садовом товариществе, либо где-то в частном секторе, то он обязан мусор, который он образует, вывозить именно за плату. Поэтому необходимо вызвать управляющую компанию, позвонить управляющую компанию, заказать контейнер, в зависимости от объема, который образован 8 кубических метров или 1, оплатить его и спокойно вывезти тот мусор, который образовался. Наш эфир уже подходит к концу. Мы говорили практически все время про ЖКХ, но не затронули, наверное, основной и в какой-то степени даже банальный вопрос. Но, тем не менее, я думаю, что его стоит поднять. Ежемесячно всем приходят квитанции за оплату услуг ЖКХ. Расскажите о порядке оплаты и какие санкции, штрафы грозят за несвоевременную оплату. Оплата – это основной момент, в том числе и содержание общего имущества. Потому что управляющая компания располагает только теми деньгами, которые платит житель за проживание по квитанции. Как правило, до 10 числа месяца следующего за истекшим, эта квитанция должна быть оплачена, в случае, если она поступила человеку. За неоплату квитанции предусмотрены пени, предусмотрены наказания в виде пени. Раньше было в размере 1,03 ставки рефинансирования с момента наступления срока оплаты. То есть, если человек не оплатил, то, по идее, управляющая компания имеет право применить к нему эти штрафные санкции. Сейчас действует такой порядок, он несколько сложный, но все-таки он введен. Существует льготный период 30 дней, за который можно оплатить без штрафа. Потом с 30 до 90 дней действует как раз 1,03 ставки рефинансированной пени. После 90 дней уже ставка увеличивается почти в три раза и составляет 1,130 ставки рефинансированной. Плюс еще управляющая компания имеет право ограничить отпуск услуги человеку, который более двух месяцев не оплачивает предоставленную ему услугу. И в законе, в принципе, так и написано, что можно ограничить отпуск водоотведения. Есть специальные системы, которые, скажем так, устанавливают пробку на этих коммуникациях, и человек уже перестает пользоваться благами цивилизации. Извините, к сожалению, время нашего эфира закончилось. Большое спасибо, что пришли. Всегда рады видеть у нас в гостях. Большое спасибо за беседу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok